У меня такой маленький вопрос по вчерашней теме купороз. В какой пропорции можно давать собачкам? Вот у них тоже же грибковое заболевание, и они кожные, и всё. Тот же самый раствор, который ты пьёшь уже, просто как воду обычную. Вот тот же самый раствор, и тот же самый раствор можно давать животным. Да, но Вы сказали, что эта пропорция для взрослого рассчитана, независимо от веса. Да, всё в порядке. А для детей и собачек? Для детей ещё более слабый нужен. Ну вот как развести, допустим, из этой третьей банки взять ложку и ещё на четвёртую банку разделить? Ещё на четвёртую банку развести, да. А можно этот раствор добавлять в питание, то есть варить вот на этом растворе? Нет, не надо. Только сырую добавлять в воду, да? Не надо, нельзя, да. Вообще, Вы знаете, процесс термообработки, в том числе варения, он искажает вообще всю структуру. Продукта. Всю структуру любого вещества, понимаешь? Вот вода, например, кипячёная, она становится неполезной, когда ты её кипятишь. Почему неполезной? Она создаёт такие условия в теле, когда ты пьёшь кипячёную воду именно. То есть она способствует загустеванию жидкостей телесных. То есть они становятся гуще, понимаешь? То есть кровь густая становится, лимфа и так далее. То есть все жидкости становятся густыми. А это значит, что энергия проходит слабо. Благодарю. Ясно. И ещё вот, если можно ли тогда купать собачек, ополаскивать этой водичкой? Или детей, допустим, которые... Можно. И, в общем, внешне тоже это можно так... Можно. Благодарю. Здравствуйте, мастер. Я здесь. Да. Но смотри, вот... Ты сейчас, пожалуйста, животных. У всех, кто держит животных и даже кто не держит животных, позаботьтесь о антипаразитарном каком-то средстве. То есть позаботьтесь о вот этих мероприятиях антипаразитарных для тела. Потому что вы можете даже не подозревать и не знать о том, что в теле могут жить паразиты. Ну вот, и для того, чтобы не сталкиваться вот во внешней жизни как бы вот с этими проявлениями паразитарными, о которых говорилось, там, система и прочее, да, вы должны очистить тело. Ибо тело – ум. И если в теле живут паразиты, то эти паразиты будут и вовне проявляться. Понятно. А каким способом тогда паразитов можно вывести? Способов много, способов много всяких. Любой, выбирайте любой. А то есть можно и таблетки? Нет. Таблетки нет? Лучше не химия, лучше натуральные средства. Ну трав множество, которые способствуют этому. Там и черный орех, и болынь, и просеприть. Все, спасибо, да, благодарю. И гвоздика, и имбирь. И так далее. Да. Благодарю вас, мастер, за...